ГОСПОДА, ПЕРЕД ВАМИ ПОЛЬСКАЯ РИВЬЕРА ЗНАМЕНИТЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ В ЗАЛЕЩИКАХ ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО ОТДЫХА В ПЕРЕЕД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОИНАМИ Сюда курсировал поезд Варшава-Залещики. Берега Днестра были застроены виллами и пансионатами, было два прекрасных песчаных пляжа и даже нудистки. А набережную сравнивали с Ялтинской. Правда, это было сто лет назад. Теперь же это скромный райцентр Тернопольской области. Город с трех сторон охватывает русло Днестра и высокий берег Днестровского каньона, образуя своеобразный полуостров. Такое местоположение обеспечило защиту от голодных ветров и создало уникальный для этой географической зоны мягкий средиземноморский климат. Самый восхитительный вид на Залещики открывается с противоположного высокого берега Днестра, а это уже Буковина. Здесь расположено село Крещатик и старейшая православная обитель Буковины Иоанна Богословский Крещатецкий монастырь. И прежде чем спуститься вниз к Днестру и продолжить знакомство с залещиками, мы посетим эту святую обитель. По преданию, монастырь основан в XVII веке православными монахами, бежавшими от униатов из Манявского скита в Галиции. В скале сохранился скит пещера, где они молились четыре столетия тому назад. Сегодня через маленькое отверстие в нее проникают паломники, чтобы очиститься и получить Божье благословение. Согласно легенде, в ночь на празднике Иоанна Богослова над двумя целебными источниками появилось чудесное свечение. На этом месте был установлен дубовый крест, отсюда и пошло название скита и всего села. Позже была построена часовня с колокольней. Другая легенда рассказывает о том, как проезжавший мимо купец сбился ночью с дороги и оказался над самой пропастью. Но появившийся в этот момент свет спас его от смерти. Купец решил построить на этом месте, прямо над скитом и часовней, новый каменный храм. В 1768 году был построен храм Иоанна Богослова и основан Крещатецкий мужской монастырь. На протяжении своей истории монастырь закрывался и менял свое предназначение. Например, в советское время монастырские постройки использовались в качестве турбазы. В 1991 году обитель была восстановлена. Для больных, которые хотят окунуться в чудотворную воду, монахи специально обустроили купель. История села Крещатик тесно переплетается с историей святое Иоанна Богословского Крещатецкого мужского монастыря. Да и само село называют монастырским. Ведь сначала был целебный источник, потом монастырь. И только позднее тут поселились люди. Существование села на высокой скале, где нет ни одного колодца, уже само по себе является чудом. И этому чуду село Крещатик обязано священному источнику, благодаря которому жители пьют сами, поят животных, моются и стирают в минеральной воде, обогащенной ионами серебра. От села Крещатик спускаемся к мосту через Днестр, который в этом месте исторически разделял два мира – православную Буковину и католическую Речь Посполитую. В наше время здесь проходят границы Черновицкой и Тернопольской областей. Но своеобразие двух берегов Днестра и сейчас достаточно заметны. Благодаря мягкому средиземноморскому климату в Залязчиках на берегу Днестра возник великолепный парк в ландшафтном стиле. Находится парк на территории бывшего дворца баронов Бруницких-Тетернау и является памятником садово-паркового искусства. В середине XIX века над парком работал известный ландшафтный дизайнер Северин Лусаковский. На сравнительно небольшой площади в 5 гектаров растет более 50 видов деревьев, кустов и лиан, среди которых вековые дубы, ясени и экзотические деревья, такие как гинго, тюльпанное дерево, железное дерево. И сафора японская. Парк в Залязчиках входит в состав заповедной зоны регионального ландшафтного парка Днестровский каньон. Во времена Польши Залязчики принадлежали магнатам Любомирским, затем Краковскому костыляну Станиславу Понятовскому, а позднее его племяннику и тезке, королю Польши Станиславу Августу Понятовскому. В первой четверти XIX века Залязчики купил барон Игнатий Бруницкий. На месте охотничьего замка Понятовских новые хозяева возвели дворец в стиле ампир с флигелем и оригинальной колоннадой. Во время поездки по Галиции во дворце останавливался император Франц II. К приему высокого гостя Бруницкий воссоздал интерьеры, схожие с интерьерами венского дворца Шонбру, чем доставил удовольствие императору. До недавнего времени во дворце находилась городская больница. Сейчас здание находится в запустении и ждет мецената для реставрации. Прошедшие эпохи оставили много памятников сакральной и гражданской архитектуры. К старейшим строениям города относится костюм святого Станислава, основанный Станиславом Понятовским в 1763 году. В 1824 году деревянное строение заменили каменным с прекрасными фресками. В советский период храм был закрыт и превращен властями в склад соли. В 1991 году костюм возвращен римно-католическое общение. От костюма пешеходная улочка ведет к главной площади города. По одну сторону расположены административные здания, а по другую – дома межвоенного периода, когда залезчики были прославленным курортным городом. Возле здания райадминистрации находится ботанический памятник предприятия. Медвежий орех родом из Средиземноморья. Его ветви усыпаны экзотическими плодами. Этим дерево красноречиво говорит, что оно хорошо себя чувствует в залезчиках. Еще одно культовое сооружение – Покровская церковь. Храм построен в 1864-75 годах, освящен в 1873 как Троицкая церковь. В годы воинствующего атеизма храм был закрыт, но ему повезло больше, чем другим культовым строением. В его стенах разместился краеведческий музей. А с 1989 года – это действующая греко-католическая церковь. Внутри находится иконостас работы местного мастера Нича. По близости от Покровской церкви находится самое старое здание города XVIII века. А рядом с ним – ботанический памятник – одно из старинных деревьев гинга. Плачевное зрелище представляет собой здание синагоги. Она была построена в 1896 году на месте своей предшественницы, погибшей при городском пожаре. В советское время здание использовалось как бойлерное. Субтитры создавал DimaTorzok К интересным зданиям города относится дом детского творчества, построенный в 20-30-х годах прошлого века. В городе установлено много памятников выдающимся деятелям Украины. Писателю Иосифу Маковею, жившему в Залейщиках, знаменитой оперной певице Соломея Крушельницкой, великому кабзарю Тарасу Шевченко. Первый памятник Ивану Франкову на Тернопольщине установлен к столетию со дня рождения. Борцу за свободу Украины Степану Бандере и памятный знак Небесной Сотни. Гуляя тихими уютными улочками, хочется надеяться, что Залейщиком вернется былая слава, и город-полуостров станет одним из популярных туристических центров Украины. Ведь сама природа подсказывает идею создания здесь климатического курорта. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Продолжение следует...